Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Еду ли я на работу или еду я с работы. Я стараюсь думать о хорошем, я стараюсь думать о семье. Анна Троян провела один день с работниками скорой помощи. Как это было, расскажем в сюжете. Сейчас на рынке труда сформировался целый сегмент профессий, не требующих физического присутствия. О профессиях будущего и не только в репортаже Александра Колганова. Теперь я буду более осознанно искать сайт. Какие бывают интернет-мошенничества, разбиралась Луиза Езарян. К каждым соревнованиям готовится не один месяц. Областные соревнования по боксу прошли в Люберцах. За ними следил Григорий Ворванин. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации Люберц прошло еженедельное оперативное совещание. В онлайн-режиме руководители структурных подразделений и ведомств отчитались главе округа о проделанной работе. Итоги прошедшей недели у моих коллег. За последние семь дней Люберецкие стражи правопорядка возбудили 23 уголовных дела. 19 из них раскрыли по горячим следам. В преддверии новогодних праздников МВД Люберецкое предупреждает. В округе активизировались телефонные мошенники. Поступают звонки из банков, якобы люди на это продолжают вестись. И присылают преступникам небольшие суммы денег. Я еще раз обращаюсь ко всем жителям Люберецкого округа, чтобы еще раз были внимательны по данному направлению, чтобы лишний раз перепроверяли, кто им звонит на телефоны, звонили в службу банка, звонили в полицию. По сигналу тревоги сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона выезжали 50 раз. Ликвидировали 10 возгораний. Пять раз оказывали помощь коллегам с предельных гарнизонов. Больше никаких каких-то любых прошествий с территориума не произошло. На минувшей неделе велись работы по содержанию дорожной инфраструктуры округа. Для уборки проезжей части, тротуаров и остановок общественного транспорта были задействованы 74 дорожных рабочих и 53 единицы спецтехники. Александр Колганов, Денис Заугольников и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Чем опасны мусоропроводы в многоквартирных домах? Таким вопросом все чаще задаются жители округа. Люберчане стали добровольно отказываться от этой услуги. Почему? Разбиралась моя коллега Анна Троян. Запаха не стало, и воздух хороший, и чище стало. Ни крыс, ничего нету теперь в подъезде. Сколько мусоропровод не чисть, лучше не станет. В этом уверены жители улицы Южной. Причин для отказа. От, казалось бы, удобного решения для выброса отходов много. Получается чистота на лестничных площадках везде, непосредственно где мусоросборники. Во-вторых, исчез неприятный запах, который постоянно доносился из мусоропровода, когда все это накапливалось. И третье, самое главное, что исчезли из подвала грызуны. Нету ни крыс, ни мышей, ни клопов, ни тараканов. В 19-м доме по улице Южной мусоропровод не работает уже больше двух лет. Люберчане говорят, что в подъездах перестала скапливаться даже отслужившая свое домашнее утварь. К тому же мусоропроводы противоречат концепции раздельного сбора отходов. Из 885 домов, которые обслуживают ЛГЖТ, более 293 домов с момента застройки были оборудованы мусоропроводами. На начало 2019 года у нас уже из этого количества домов более 30 домов были с заваренными мусоропроводами. И на данный момент у нас уже 59 домов без мусоропровода. Оставить мусоропровод в подъезде или нет решают только жители. О своем желании можно сообщить в единую диспетчерскую службу или старшему по дому. Анна Троян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Сотрудники дорожных служб городского округа Люберцы завершили обустройство пешеходных переходов вокруг зоны отдыха Малаховское озеро. Работу провели на трех участках, прилегающих к парку. Напротив дома номер 40 по улице Шоссейная, на улице Электрозаводской вблизи дома 3А и около здания номер 18 по Мехневскому шоссе. При обустройстве пешеходных переходов использованы дополнительные элементы безопасности. Искусственные дорожные неровности и светодиодные светофоры Т7. Все, что касается безопасности, нахождения в парке, безопасности прохода на парковой территории, пересечения улиц. Это все тоже должно соответствовать определенным стандартам. Мы эти вопросы обсуждали с нашими жителями на комиссии по безопасности дорожного движения. Люди будут посещать парк, в том числе и в зимний период. Будут какие-то замечания, предложения, мы их обязательно учтем. И будем стремиться, чтобы парк был таким местным притяжением для жителей не только Малаховки, но и всей окрестностей. Дольщикам жилого комплекса Томилина продолжают вручать ключи от долгожданных квартир. На этот раз возможность заехать в новое жилье получили более 200 семей. Стол будет там, в такой диван, скорее всего. Чтобы сидели все хорошо и уютно. А это все здесь где-то обоснуем. На разработку интерьера двушки в Томилине у Натальи Сажиной было целых 4 года. Именно столько женщина ждала постройки нового дома. Перенос сроков сдачи квартир сильно ударил по карману семьи. Все это время им пришлось оплачивать ипотеку и съемное жилье. Очень рада, потому что наконец-то к Новому году такой подарок получить. Такой долгожданный подарок, который вымотал всю нам душу. Поэтому спасибо, что наконец-то мечты сбываются. Одна беда объединила владельцев 210 квартир настолько, что теперь они не просто соседи, а настоящие друзья. Долгожданные ключи от нового жилья они получили лично из рук главы округа. Всего в этом году разрешение на въезд в достроенные дома получили 420 семей. Три корпуса получили заключение о соответствии с построенным объектом требований технических регламентов. Эта история тянется с 2013 года, но на сегодняшний день были приняты администрации все необходимые меры для понуждения застройщиков, чтобы эти дома были заселены. Первая очередь, пять корпусов были сданы в 2018 году. Из 11 домов жилого комплекса Томилина осталось достроить три. Сегодня они готовы на 70%. Анна Троян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Заседание рабочей группы по вопросам строительства школы в поселке Красково. На этот раз встреча прошла на участке, где предполагается возведение общеобразовательного учреждения. За диалогом жителей и представителей власти наблюдала наша съемочная группа. Разговор с активными жителями Красково начался с ответа на вопрос, который они задали на предыдущей встрече. Возможно ли строительство новой школы на территории бывшего завода в Нейстром? Мы провели встречу с собственниками данной территории. Настроение на этот счет отрицательное. На данной территории у нас сейчас порядка 10 промышленных производственных предприятий и организаций. Работает там более 300 человек. У собственников планы есть по развитию данной территории, по модернизации как оборудования, так и увеличению мощностей производственных. Участок, который подходит для строительства объекта образования, тоже вызывает у красковчан вопросы. Жители обеспокоены, что рядом со школой вместо обещанной зоны отдыха появятся торговые центры и жилые дома. Они обратились к депутатам с просьбой предотвратить такую ситуацию. Просмотрим это обращение и сформируем запрос, либо письмо, пожелание в Комитет архитектуры Московской области с просьбой учесть эту зону таким образом, чтобы здесь ничего кроме школы общеобразовательной и парка не было. И это было затвердено всеми документами градостроительного зонирования. Если вот так это будет, и это точно закрепится, то мы только за. Я думаю, что и жители Краскова тоже это примут. Потому что рано или поздно и их детям нужно будет куда-то везти их в школы. То есть, как бы эта школа – выход для всех нас. Представители рабочей группы в целом поддержали строительство школы на 700 мест на этом земельном участке. Но жители поселка потребовали юридического подтверждения того, что на данной территории появится только общеобразовательное учреждение и зона рекреации. Почувствовать вкус будущей профессии в Государственном университете управления в онлайн-формате стартовал очный этап всероссийского конкурса «Профессиональное завтра». Он направлен на развитие проектных навыков и компетенции студентов. На открытии побывали и мы. В финальном этапе третьего ежегодного конкурса «Профессиональное завтра» соревнуются 395 студентов из 115 российских городов. Треть участников – люди с ограниченными возможностями здоровья. Все, что происходило последние полгода, по сути, уравнивает в возможностях людей с ограниченными возможностями со всеми остальными. И это дает, по сути, равные возможности не только участия в конкурсе, но и последующего трудоустройства. Сейчас на рынке труда сформировался целый сегмент профессий, не требующих физического присутствия. Студенты готовили научные работы и проекты в таких номинациях, как «Социальная реклама», «Профессиональный стартап молодежи», «Исследовательская работа», «Мое полезное изобретение», а также писали эссе на тему «Почему я ценный и полезный работник». Работы достаточно ценны. И этот проект является таким трамплином всем студентам, и особенно студентам с ограниченными возможностями здоровья. Но, как показала практика, как показали проекты, их возможности не ограничены. И, соответственно, мы желаем им всем удачи и успехов. Определять лучших в каждой категории будут специалисты, которые имеют большой опыт в инклюзивном образовании. Все победители получат призы от сети ресурсно-методических центров. Но, по словам организаторов, главная награда для участников – это хороший задел для будущей успешной карьеры и самореализации. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Внесение изменений в бюджет, утверждение генерального плана городского округа и знакомство с новым составом молодежного парламента. В Люберцах прошло очередное заседание Совета депутатов. Народные избранники и представители администрации встретились в дистанционном формате. Подробности далее в сюжете. На рассмотрение депутатов 14 вопросов. Сначала народные избранники проголосовали за повестку дня и выбрали секретаря. Первый пункт заседания – внесение изменений в бюджет городского округа Люберца на текущий год и на плановый период 2021 и 2022. Поправки в бюджет поддержало большинство люберецких депутатов. Также они единогласно одобрили изменения, которые касаются создания Дорожного фонда городского округа. Еще одним вопросом в повестке стало утверждение генерального плана применителя к дачному поселку Красково и рабочему поселку Октябрьский. Проект «Несение изменений» предусматривает включение в границы населенных пунктов земельных участков с катастрофами номерами 50-22-06-07-13-26-го Красково и 50-22-02-01-01-11-308-го Октябрьский. В заключении народные избранники единогласно утвердили новый состав молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы. В него вошли 10 человек, которые получили максимальную поддержку во время онлайн-голосования. Всего в этом году за место в молодежном парламенте боролись 23 кандидата. Луизей Гязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Желание помогать людям и спасать их в трудные минуты. Благодаря этим качествам медиков наши с вами жизни в надежных руках. По-прежнему они трудятся на передовой. Наш корреспондент Анна Троянов вместе с врачами скорой помощи провела один день и убедилась, насколько тяжелы их будни. Еду ли я на работу или еду я с работы. Я стараюсь думать о хорошем, я стараюсь думать о семье. Такой подход помогает Вячеславу Беспалову уже 15 лет спасать жизни и не выгорать на работе. В реанимационной бригаде рука об руку с ним трудится фельдшер Зейнал Зейналов. 9.00. Медицинский тандем скорой помощи заступает на смену. Первым делом переодеваются в специальную экипировку. Собирают чемодан со всеми необходимыми препаратами. Прицель есть, чистый контейнер для иглы есть, маски есть, перчатки есть, антисептик есть. Все, расходник взял. Врач-реаниматолог с фельдшером готовы к суточному дежурству. Три года командной работы сплотили медиков, понимая друг друга с полуслова. Здравствуйте, скорая. Что случилось? Задыхайтесь, да? Диспетчеры скорой никогда не теряют самообладание. Если на другом конце провода случилась беда, их долг не только отправить бригаду, а оставаться на связи, чтобы дать рекомендации по оказанию доврачебной помощи. У меня все хороший коллектив, спокойные, не реагируют на себя, это все не принимают. И стараются успокоить взывающих, найти с ними общий язык. Во время сезонных инфекций для отдыха у бригад нет ни минуты. На вызов врачи обязаны прибыть в течение двух часов. В экстренном случае надо успеть добраться до пациента за 20 минут. Восьмая бригада, восемь, восьмая. Отсчет пошел. Реаниматолог Вячеслав Беспалый и фельдшер Зейнал Зейналов отправляются на экстренный вызов. Мы работаем сутки через сутки фактически. Работать тяжело. Работаем, в принципе, без заездов на подстанцию. А вызовов может быть и 20, и 25 за сутки. В реанимационной коррите скорой помощи есть все для спасения тяжело больных пациентов. Мы готовы всегда, какой бы ни был вызов. Ведь у нас работа такая, что подают, допустим, высокая температура, а ты приезжаешь, а там нарушение ритма, человек при смерти. Выезжая, казалось бы, даже на несложный вызов, мы должны быть готовы к самому тяжелому. Скорая оснащена реанимационными наборами для детей и взрослых, в том числе для родов. А аппарат ИВЛ, говорят врачи, сейчас им нужен ежедневно. Порой приезжаем на вызов. Больные находятся с дыхательной достаточностью 4, 3, 4 степени, с выраженным аккорционозом, с выраженной одышкой. И практически сами дышать уже не могут. И для того, чтобы спасти жизнь, у нас есть портативные переносные баллоны с кислородом для подачи ингаляции. Несмотря на постоянный контакт с больными, вирус коснулся только фельдшера Зейнала. Болезнь он перенес в легкой форме. Все-таки, конечно, боимся из-за родных, из-за людей, чтобы они не болели, чтобы обезопасить себя. Но приходим домой, ну, конечно, мы все антисептики, все обрабатываем, все вещи свои. На это учились, что мы выбрали эту профессию, мы должны помогать людям. Вот поэтому мы и остались. 12 лет уже работаем. Все 30 люберецких бригад скорой помощи прошли подготовку по работе с ковидными пациентами. В медицинском арсенале теперь всегда есть экспресс-тесты на коронавирус и дополнительные средства индивидуальной защиты. Доктор, надо вызвать температуру. Шесть дней температурить. Все, я понял. Все, надо, там подозрение ковид, да. Как раз этот случай, когда медикам нужна дополнительная оборона. На экипировку надевают защитные костюмы. При осмотре пациента бригада выясняет. У Натальи хроническое заболевание. Приступ бронхиальной астмы спровоцировал одышку и плохое самочувствие. Врачи оказали помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. После полученных рекомендаций на месте проводят экспресс-тестирование пациента. Тест на ковид отрицательный. Ой, как хорошо. Смотрите, вот одна полосочка. Большое вам спасибо за ваш труд, за все, что вы в день столько вызовов у вас. И очень благодарны вам. Пожалуйста. Трудясь на передовой, медики находятся в постоянном напряжении. При этом у них нет права на усталость и возможности дать волю эмоциям. За масками и защитными костюмами скрываются люди с большим сердцем. Они живут и работают ради того, чтобы помогать другим. Самое важное, что должно быть у каждого из нас, это любовь. Любовь к людям, любовь к своей работе. Нельзя заставить человека быть медиком. Надо быть рожденным. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах идет прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. В поликлинике городского округа поступила вторая партия вакцины российского производства «Спутник Ви». Кому в первую очередь стоит привиться и какие есть противопоказания, смотрите прямо сейчас. У меня большая семья, у меня дети, муж, поэтому все в контакте и решила вакцинироваться. Медсестра Венера Бекбаева переживает за здоровье семьи. Поэтому пришла за вакциной одной из первых. Хороший пример подали коллеги из шестой поликлиники. Защититься от заболевания здесь решили многие. Врач лечебной физкультуры Светлана Трушина уже прошла все необходимые процедуры. Ради здоровья, будущего здоровья. Себя и своей семьи, и близких людей бояться нечего. Все проходит адекватно. Состояние мое нормальное. И после первого, и после второго этапа прививки. Чувствую я себя хорошо. Вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК вводят дважды. После первой дозы в течение трех дней нужно отказаться от физических нагрузок, алкоголя и похода в парные. Вторую дозу вакцины колят спустя три недели. Главное условие – отсутствие антител к вирусу и хорошие показатели здоровья. Это после осмотра терапевта должны показать анализы. Если там имеются иммуноглобулины Джи, которые показывают, что человек переболел коронавирусной инфекцией, естественно, вакцинации он не подлежит. Если иммунитета нет и нет других противопоказаний, то есть противопоказания – это беременность, тяжелые логические реакции на данную вакцину, острый период заболеваний и принесенные заболевания в течение двух-четырех недель, то туда прививаем. И если нет противопоказаний, то привиться от коронавируса могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. На сегодняшний день в округе иммунизировано почти 600 человек. Вторая партия вакцины, а это 150 доз, уже поступила в медучреждение. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Рейды по соблюдению масочного режима ежедневно проходят в Люберцах. Сотрудники администрации, транспортной полиции совместно с народной дружиной и волонтерами выявляют нарушителей и пресекают проезд в транспорте без средств защиты. Вместо приветствия – напоминание об элементарных мерах безопасности. Так ежедневно встречают пассажиров на Люберецких жидостанциях. Борются с нарушителями не только словом. Тем, у кого нет средств защиты, волонтеры раздают маски бесплатно. Рейды у нас проходят на железнодорожном транспорте, на маршрутном транспорте. Также мы в вестибюлях дежурим автобусных павильонов. По станциям у нас дежурит больше 50 волонтеров ежедневно. Маска должна быть не в кармане, а на лице. Как показывают рейды, далеко не все пассажиры помнят об этой простой истине. Вечерние и утренние часы пик выявляют десятки нарушителей. Потому что только что с машины вылез. Несмотря на то, что масочный режим действует в регионе уже больше полугода, участникам рейда регулярно попадаются те, кто пренебрегает чужим и собственным здоровьем. Ярым противникам средств защиты выписывают штраф в размере 5000 рублей. Но, по словам волонтеров, таких случаев становится все меньше. Сейчас уже народу больше стал в масках ходить. Все-таки посознательнее стали к концу года. Но это все равно на совести даже самих граждан. Чтобы не допустить распространения вируса, рейды по пресечению нарушителей в общественном транспорте продолжат проводить в усиленном режиме. В округе прошли торжественные проводы призывников на службу в рядах вооруженных сил. 42 юноши в течение ближайшего года будут защищать родину на суше, на воде и в небе. С призывниками и их родными пообщался мой коллега. За плечами призывника Романа Суслова уже есть диплом о высшем юридическом образовании. Теперь в биографии Люберчанина добавится еще один пункт. Служба в российской армии. Юноша с трудом сдерживает эмоции. Говорит, специально к армии не готовился. Разве что морально. Служить Роман предположительно будет в военно-космических силах. Просто так распределили изначально в военкомате. Сказали, ну, примерно будет показаться. Как там распределить, нам не знаю. Проводить Романа в армию пришли мама, бабушка и его девушка. Втроем они волнуются не меньше самого призывника. Для них это первый подобный опыт. До этого ни разу никого не провожали в армию. Старались поддержать, чтобы не переживал, что все быстро служба пройдет, вернется и может вернуться к своим обычным делам. 42 призывника отправили из Люберец на областной сборный пункт. Уже там их окончательно распределят по воинским частям. Служить ребятам придется от Калининграда до Камчатки. Вы должны помнить, что вас дома ждут. Вы должны помнить о своих родителях, живем и вернуться, чтобы ваши родители вами гордились. Это основное. Ну, а все остальное в ваших руках, все сложится. Я абсолютно уверен, что армия придаст вас некую динамику, возмужание, характер вас закалит. И тогда вам все по жизни будет получаться, все будет под плечу. К автобусам, шагам, марш! Впереди у ребят 365 дней службы. Присяга, курс молодого бойца, армейские учения и демобилизация. Домой уже солдатами они вернутся в декабре, но уже 2021 года. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Свет, тормоза и резина. Инспекторы ГИБДД проверили маршрутные и транспортные средства. В первую очередь их интересовала техническая исправность автобусов и маршрутных такси. На чем мы ездим и много ли нарушений выявили в ходе рейда, узнал Григорий Ворванин. Проводится операция автобус техконтроль. Очень хорошо. Ариф Гибекович. Очень хорошо. Поэтому мы с вами сейчас быстренько проверим техническое состояние. Пожалуйста. И продолжим движение, правильно? Пожалуйста, пожалуйста. Продолжить движение этот водитель смог не сразу. В ходе проверки инспекторы выявили несколько неисправностей. Не горел дальний свет и стоп-сигналы. На дороге, особенно сейчас, в короткий световой день, это может стать причиной аварии. Не повезло и этому водителю. У автобуса букет неисправностей. Вы управляете транспортным средством при наличии неисправностей, для которых эксплуатация запрещается. Значит, у вас не горит правый стоп-сигнал. Также остаток протектора шин у вас менее двух миллиметров. Посмотрите, пожалуйста. В части 1 статьи 12.5 предусмотрен штраф в сумме 500 рублей. В ноябре в городском округе Люберцы с участием маршрутных транспортных средств произошло две аварии. Чтобы снизить аварийность, инспекторы и проводят операцию технический контроль автобус. С госинспекторами технического надзора еженедельно проводятся целенаправленные рейды. Выявляется порядка 7-15 нарушений. В рейтинге часто выявляемых нарушений лидируют неработающие световые приборы. На втором месте установка резины с разным протектором. Также проводятся проверки по выявлению нарушений в сфере нарушений также правил эксплуатации. Это неисправность рабочей тормозной системы и неисправность рулевого управления. За данные правонарушения предусмотрено задержание транспортного средства. Такие случаи бывали. В ходе рейда инспекторы проверили больше десятка автобусов и маршрутных такси. Выявлено три нарушителя. Теперь им предстоит оплатить штраф и устранить неисправности. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Интернет-мошенничество набирает обороты. Все больше людей попадают на удочку злоумышленников, которые совершают дистанционные кражи. Только за 11 месяцев этого года на территории обслуживания Люберецкой полиции совершено 91 преступление данной категории. Как не стать жертвой онлайн-грабежа и стоит ли доверять виртуальным магазинам, выясняла наша съемочная группа. Она была на картинке покороче. С покупками на Новый год явно не повезло. Вместо юбки от итальянских дизайнеров привезли китайскую подделку. Оплаченные игрушки для детей и вовсе не доехали до покупателя. Одежду вернуть невозможно, а сайт, где Яна Кулакова приобрела подарки, на следующий день исчез. Покупку я оплатила полностью, только нужно было ожидать доставки. При этом со мной связался даже менеджер этого магазина. Ну вот, опять-таки, мои игрушки остались не у меня, а в магазине, где работали мошенники. Сначала мне отвечала девушка, что, возможно, это какая-то ошибка, мы свяжемся с вами дополнительно, а потом номер просто перестал отвечать. На такие уловки девушка попадается часто. Заманивают низкие цены и большой выбор товаров в интернет-пространстве. Печальный опыт стал для нее уроком. Ну, наверное, теперь я буду более осознанно искать сайт. Но все равно я не исключаю, что со мной может произойти это вновь и вновь. В таких ситуациях следует обращаться в полицию. Чем раньше вы напишите заявление, тем выше шанс вычислить преступников. Сотрудники правоохранительных органов советуют доверять только проверенным сайтам и не сообщать незнакомым людям банковские реквизиты. В последнее время интернет-мошенничество стало у нас очень распространено. В этом году у нас поступило 91 заявление. В прошлом году это было 51. Практически в два раза. От недобросовестных интернет-продавцов не застрахован никто. Дело в доверчивости. Перед тем, как совершать онлайн-покупки, стоит хотя бы прочитать отзывы на сайте магазина. Подозрительно низкая цена, требования предоплаты и отсутствие контактной информации. Основные сигналы. Перед вами, возможно, мошенники. Новый год. Пора чудес и добрых дел. Накануне праздника сотрудники МОСОБЛ ЕРЦ провели благотворительную акцию. Они посетили Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, чтобы подарить его подопечным новогоднее настроение. Насколько им это удалось, расскажет наш корреспондент. Я думал, что волос, красный нос. Тебе холодно или замерз? Пандемия – не повод оставлять детей без праздника. Из-за введенных ограничений его пришлось проводить на улице. Но это ничуть не испортило настроение ребят. Наоборот, солнечная морозная погода – вестник того, что Новый год уже близко. Я обожаю Новый год и надеюсь, что этот Новый год будет самым лучшим. Самым счастливым. В роли главных новогодних волшебников сотрудники МОСОБЛ ЕРЦ. Идея проводить праздничный марафон добра появилась спонтанно. Но к акции быстро подключились территориальное управление и центральный аппарат компании. Организовали закупку подарков. Причем в Серпухове, например, приобретали подарки. Брали своих детей в магазин и говорили, что ты хочешь. Выбирали вместе со своими детьми. Захотелось просто поделиться своим теплом, добротой и той любовью, которую действительно дети заслуживают. Такую акцию представители компании проводят в первый, но не в последний раз. Новогодние визиты к детям, требующим особого внимания, станут для представителей МОСОБЛ ЕРЦ доброй традицией. Ну и продолжая новогоднюю тематику. В Центральном парке Люберец открылась резиденция сказочного волшебника. Ребят ждали конкурсы, танцы, горячий чай с баранками и мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки. По своим внучатам Дед Мороз скучал не меньше, чем детвора по сказочному волшебнику. Говорит, всё лето готовил им подарки, придумывал конкурсы и развлечения. Много гостей ждём, чтоб посетили нас, поговорили, стишки прочитали. Да поделки забавные с нами поделали. Можно будет сделать под руководством нашей снежной красавицы прекрасную, замечательную, лучезарную ёлочную игрушку своими руками, между прочим. В день открытия резиденции в Центральном парке пообщаться с Дедом Морозом, Снегурочкой и Зимушкой зимой пришли не только дети, но и взрослые. В уютной избушке они смастерили ёлочную игрушку, рассказали стишок и загадали желание. Напрямую, без посредников. Ну, не знаю, игрушку мягкую какую-нибудь. Ну, и чтоб родители здоровы. У Люберецкого Деда Мороза две резиденции в Центральном и Наташинском парках. Помимо мастер-классов, ребята могут сфотографироваться со сказочным волшебником и его помощниками, а также написать письмо с желаниями. У нас есть централизованный ящик Деда Мороза, который находится в Наташинском парке. Туда могут детишки сбрасывать все свои пожелания. Также у нас в каждой мастерской Деда Мороза в Центральном парке и в Наташинском предусмотрены дополнительные ящики для писем. Мастерские будут работать в выходные дни практически до наступления Нового года. Посетить их сможет любой желающий, но по предварительной записи. Квест по мотивам мирового телешоу. Жители Люберец могут попасть в знаменитый Форт Боярд, не выезжая из городского округа. Поиск сокровищ, лабиринты и испытания на прочность. Наша съемочная группа оценила, насколько игра приближена к оригинальной версии телепроекта. Эту музыку знает, пожалуй, каждый. Именно она создает настоящую атмосферу Форта Боярд и призывает игроков отправиться на поиски золота. Здесь продумано все до мелочей. Каждая деталь, звуковое сопровождение и интерьер с головой окунают в легендарную игру. Весь ажиотаж игры, когда истекает время, когда нужно выполнить испытания до конца, чтобы что-то заработать, чтобы заслужить. Это адреналин. И, безусловно, это самые лучшие эмоции, впечатления от игр, от испытаний, пускай даже самых простых. Но здесь они, благодаря атмосфере, ощущаются совершенно иначе. Десять ключей и три подсказки – то, что поможет проложить путь к сокровищнице. Ради заветной добычи игроки бродят по лабиринтам, встречаются с грызунами и змеями, состязаются с мастером теней и разгадывают загадки мудрого старца Фура. Бросить вызов Форту может каждый возраст игроков от шести лет до бесконечности. Для команд, которые приходят сюда повторно, ведущий придумывает новые испытания. Эти ребята здесь не впервые, но необычные задания с каждым разом захватывают дух. Мне нравится, что здесь нужен ум, ловкость, выносливость. Нужна восплощенность команды и поддержка друг к другу. Всегда разные задания. Всегда очень интересно выполнять их. Опытным игрокам удалось покорить неприступную крепость. Пусть они отгадали главную загадку Форта. Последние испытания – успеть собрать побольше золота до истечения времени. Результат отличный – почти 8 килограммов. Сюда приходят не только за золотом, но и за незабываемыми праздниками. Отметить новогодний корпоратив – день рождения или выпускной в стиле Форт Боярд. Теперь это реальность. Здесь ждут даже самые большие коллективы и рады встречи с целыми школьными классами. У хранителей замка найдется испытание для каждого. От джаза до классики, от народной музыки до эстрадной любое произведение, сыгранное на саксофоне, всегда звучит по-особенному. Знатоки и любители уверяют, инструмент обладает глубоким и мощным звучанием, певучим тембром и большой технической подвижностью. На репетиции единственного в Подмосковье детского ансамбля саксофонов побывал Александр Колганов. Его звучание и тембр сравнивают с человеческим голосом. Его игра завораживает, а красота и эстетика вызывают восхищение. Все это о саксофоне, о молодом и уникальном музыкальном инструменте. Это тот инструмент, который на сегодняшний день может исполняться, как и в симфоническом оркестре, в классическом оркестре, также он может исполняться в духовых, в джазовых эстрадных, в народных. То есть это тот инструмент, который связывает современную эпоху джазовую эстрадную и ту самую классику. То есть это тот инструмент, на котором можно исполнять все. Знакомство с инструментом начинают с изучения классических произведений. Оттачивать мастерство юным саксофонистам помогают дыхательная гимнастика и упражнения на пресс. Гордость детской школы искусств ансамбль «Рубата». Неповторимое звучание произведений в исполнении коллектива создает целое семейство саксофонов. Саксофон-баритон – сердце нашего ансамбля. Самый низкий диапазон – саксофон-тенор. Более мягкое, более бархатное звучание, поэтому, собственно, его и очень любят джазовые саксофонисты. Это саксофон-альт. У саксофонистов это считается основной инструмент. Учится на альте. Самый яркий инструмент, самый высокий, можно сказать, в ансамбле – это у нас саксофон-сопрано. У него такой восточный бархатный звук. Алексей Зыков учится в школе искусств 6 лет, 4 из которых осваивает игру на сопрано-саксофоне. Говорит, что выбрал инструмент из-за неповторимого звучания. Кумир Алексея в мире музыки – советская саксофонистка и кларнетистка Маргарита Шапошникова. Это мама русского саксофона. Ну, считается так. Она была первой саксофонисткой в России, которая создала классический класс саксофона. В этом году Люберецкой школе искусств исполнилось 63 года. В ее стенах занимаются более 600 детей. Воспитанники изучают эстрадный вокал, академическое сольное пение, игру на фортепиано, флейте, гитаре и других популярных инструментах. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В поселке Октябрьский залили каток. Хоккейная площадка была построена в прошлом году в рамках реализации губернаторской программы. Ее площадь – 1500 квадратных метров. Место хватит, чтобы поиграть в хоккей или просто покататься на коньках. Качество свежего льда оценили мои коллеги. Хоккеем Егор Антонов занимается профессионально. Говорит, во время выступлений в молодежной хоккейной лиге опробовал разный лед. Как только узнал, что на стадионе Балятина залили каток, сразу же решил опробовать качество льда. Юная Катя Пивоварова только делает первые шаги в фигурном катании. На коньки встала прошлой зимой. Говорит, получается еще не очень. Поэтому на ближайшие зимние месяцы поставила перед собой четкую цель. Зима в этом году вновь преподнесла сюрприз. Отсутствие снега не позволило подготовить качественную подушку для льда. Покрытие хоть и тонкое, но играть в хоккей или просто кататься на коньках можно. В этом лично убедился глава городского округа Владимир Ружицкий. Кататься на стадионе Балятина смогут все желающие. Вход на каток бесплатный. Есть и теплые раздевалки. В перспективе будет открыт прокат и заточка коньков. Весь комплекс мероприятий, который необходим для поддержания катка в рабочем состоянии, будет с сотрудниками стадиона применяться. Обязательно будем чистить. Наша задача – приготовить хороший качественный лед, чтобы желающие могли покататься. Хоккей и фигурное катание в Люберцах – популярные виды спорта. Как среди профессионалов, так и любителей. Спорт – это жизнь. Спорт – это здоровье. Я хочу вам пожелать, что вы занимались спортом, были на свежем воздухе. Всем удачи, здоровья. И давайте вместе славить наш Люберецкий край, поселок Октябрьский. Потому что Люберцы, Октябрьский – лучшие на планете. Так или нет? Да! Нынешней зимой в Люберцах будет подготовлено 16 катков. Пять на стадионах, остальные во дворах. Вход на все городские катки бесплатный. Практически все они оборудованы теплыми раздевалками. Григорий Ворованин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах завершились областные соревнования по боксу, приуроченные к 79-й годовщине битвы под Москвой. В течение нескольких дней 60 боксеров из 25 городов Подмосковья боролись за выход в финальную стадию турнира. Легко ли дается победа на турнире, узнал наш корреспондент. Хук справа, джеб или апперкот. У каждого из 60 боксеров, приехавших на турнир в Люберце, свои коронные удары. Их они отрабатывают на тренировках и в спаррингах, на них рассчитывают и в схватке. Ведь накануне только победа. Больше 20 лет проводятся эти соревнования. Они начинались еще как юношеские соревнования, переросли в соревнования класса «Б». Это за присвоение кандидата мастера спорта. Люберчанин Григорий Беляев участвует в соревнованиях в статусе кандидата в мастера спорта. Чемпионство в областном турнире дает ему право подтвердить это звание. Но нужно стать первым. В предыдущих боях он оказался сильнее своих соперников. А вот финал, говорит боксер, будет нелегким. На ринге придется сразиться с левшой. У них изначально есть преимущество. Он чаще боксирует с правшой. Но некоторые просто знают, как правильно боксировать против левшей. И им нет разницы, с кем боксировать. Кому-то даже легче с левшей. В финальную часть соревнований смогли пробиться четыре люберецких боксера. По словам тренера Михаила Ратникова, показатель неплохой, учитывая условия подготовки спортсменов к турниру. Каждым соревнованиям надо готовиться не один месяц. А тут в связи с тем, что решили все-таки за месяц проводить соревнования, многие подошли не в той форме, какой, как бы сказать, нужно было подойти к этим соревнованиям. И все же подготовка не прошла даром. Люберецкие боксеры доказали, что не зря выходят на ринг. Золотые и серебряные медали пополнили копилку наград. Сразу после турнира у боксеров будет время на отдых. После чего они возобновят тренировки. Впереди новые соревнования и новые победы. Вешать перчатки на гвоздь пока никто не собирается. Григорий Ворованин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова